Возвращение березки. Совсем скоро в России откроются беспошлиные магазины, аналог советской березки. Как говорят в Совете Федерации, цитирую, такие магазины станут дополнительным источником получения валюты для страны. Кто будет вхож в подобные дьюти-фри и действительно ли они увеличат приток валюты, давайте посмотрим. Продукты на любой вкус. Вот только отовариться в магазине мог далеко не каждый гражданин СССР. И дело не в деньгах. На одной из страниц-буклета Нижпосылторг объясняет, что товар предназначен для работников дипломатического корпуса, а также иностранцев. Купить дефицит можно было за валюту или специальные чеки. Этими чеками Нижпосылторга платили зарплату советским гражданам, которые работали за границей. Преимущественно это были специалисты, работающиеся по строительным контрактам СССР. Ну, также специалисты, например, преподаватели, врачи, военные советники, работающие по контрактам с заграничными, государственными и частными учреждениями. Пока избранные посещали Березку, обычные граждане сутками напролет стояли в очередях за дефицитом. Не только продовольственным. Вот в этой секции сейчас начнут продавать дефицит. В одной штуке, в одни руки. Но вот дефицит продан и куплен. Что дальше? А дальше, в начале 90-х, остались только пустые прилавки и карманы. Искуя беточка. Стоя беточка. 41 копейка. Ой, не надо. Один хватит. Посмотрим. Подожди. Сейчас посмотрим. Пока вот отсутствие все. 88. 88. Да не хватит нам. Не хватит. Не надо всего 9 рублей. Сеть Березка канула в лету в начале 1988 года, когда правительство СССР ликвидировало системы торговли за чеки, чтобы восстановить, так сказать, социальную справедливость. А это уже постановление правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 года. Фактически о возрождении сети «Березка». Об организации беспошлиной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также дипломатических работников и членов их семей. Предварительно магазинов беспошлиной торговли будет два. Один в Москве, второй в Санкт-Петербурге. Там будут продавать алкоголь, табак, парфюмерию и косметику, кондитерские изделия, ювелирные украшения, смартфоны, часы. Эта группа товаров становится дефицитом после решения крупнейших мировых компаний кинуть Россию в ответ на вторжение в Украину. Оплатить покупку дипломаты смогут рублями, долларами и евро. Купить что-то в магазинах беспошлиной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при Министерстве иностранных дел России. Пока власть заботится о дипломатах, большинство россиян переходит на режим жесткой экономии. А бюджетные сетевые супермаркеты борются за своего обнищавшего клиента. Одна из таких сетей «Светофор» активно промотируется последние полтора года. «Светофоре» уверяют – низкая цена не мечта, а реальность. Магазины похожи на склады. Товары выложены не на прилавках, а как есть – на палетах в транспортировочной упаковке. Цены действительно низкие, но за качество товара здесь никто не ручается. 250 грамм за 252,90. Вот такой вот кофе. Оно нам не очень понравилось, так как у него запах. Вот честно говоря, непередаваемый какой-то просроченной ягодой. Не знаю, ну пахнет точно не кофем. Магазины беспошлиной торговли откроются в России уже в конце августа этого года. Но будет ли к ним такой же интерес, как во времена СССР? Или это просто очередная попытка России восстановить Советский Союз?